Разрушенные надгробья, сломанные плиты, осквернение могил и даже их полное уничтожение – подобные действия в отношении священных мест – наглядное подтверждение варварского подхода к духовным и материальным ценностям всего человечества. И не всегда в этих случаях вандалами движет только лишь религиозный фактор. Это доказывает многолетняя практика армянских националистов. Несмотря на свою якобы богатую духовную культуру, о которой представители этого народа любят рассказывать, Армения совершает акты вандализма над памятниками истории, культуры и религии, расположенными как на оккупированных ею азербайджанских землях, на Горном Карабахе и семи прилегающих к нему районах, так и на собственной территории. Совершать эти преступления вандалы стали в 80-х годах прошлого столетия, в преддверии армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. В 83-м году впервые произошел очень большой инцидент. Это в Масистском районе он был. Азербайджанская семья справляла свадьбу. Разъеренные националисты, молодые люди ворвались на эту свадьбу, устроили погром, избили очень много людей. Не насытившись этим, они пошли, взяли бульдозеры, тракторы и сравняли с землей азербайджанское кладбище. Это кладбище азербайджанского поселка Мехтиабад. Оно находится в пригороде Баку. Сюда часто приходит азербайджанский беженец из Армении Тейюб Мамидли. Здесь похоронены два его родственника. Говорит, посещая их могилы, находит некое успокоение, ведь поехать на место захоронения своих родителей в Масистский район Армении он не может. Заявив о своих территориальных претензиях к Азербайджану, Армения приступила к своей захватнической политике. Первым шагом стало изгнание из самой республики 250 тысяч азербайджанцев. Вместе с местным мылой Тейюб Мамидли молится об упокое душ своих предков здесь, на азербайджанском кладбище, где покоятся и те, на долю которых выпали все тяготы депортации. Мой отец Рамазанов и Юб, мать Рамазанова Зивяр, они похоронены в местности Агадеде, которая считалась святым. Нам передали кадры оттуда, и я, посмотрев их, увидел, что там все разрушено. А раньше там все было очень аккуратно, все могилы были расположены в ряд, вот как здесь, на этом кладбище. Вот так армяне показали свой вандализм. А это то самое святилище Агадеде, о котором рассказывает Тейюб Мамидли. Оно на протяжении многих веков было местом поклонения мусульман. Вокруг него расположено мусульманско-тюркское кладбище, где были захоронены потомок пророка Мухаммеда, известные азербайджанские полководцы и государственные деятели, ханы и вельможи. В советские годы, когда большевики за счет исторических азербайджанских земель создали Армянскую республику, видных азербайджанцев здесь хоронили уже как представителей азербайджанской интеллигенции в Армении. Армянские националисты под различными предлогами пытались разрушить это кладбище, чтобы стереть исторические свидетельства и следы азербайджанцев на этой земле. Сделать это им удалось только после полного изгнания азербайджанцев из Армении. Сегодня местность Агадеде разрушена, могилы разграблены. Таким образом, войну с азербайджанским народом власти Армении ведут не только на линии фронта. Свою агрессию они вымещают и на усопших. Аналогичная картина сложилась практически и на всех мусульманских кладбищах оккупированного Арменией Нагорного Карабаха. Мы все, я и мои близкие, родились в селе Карагая Красносельского района Армении. Я уехал оттуда раньше, на учебу в Баку, а родители остались там. Ночью в 1988 году русские солдаты предупредили моих родных в Армении. Сказали, что армяне придут и убьют их. Оставив все вещи, на автобусах и машинах выехали в Азербайджан. Моя мать умерла через год после этих событий, а отец в 2004 году. Потом умер брат. В Армении остались могилы моих дедушки и бабушки, других наших родственников. Все наши предки похоронены там. Ныне, рассказывает Фаек Муртузов, могилы его предков также разрушены армянскими националистами. Более того, не ограничившись осквернением надгробий, вандалы вывезли с кладбища мраморные плиты, решив таким образом нажиться. Они поступили неправильно. Что и может сделать тот, кого уже нет в живых? Люди умерли. Это кладбище. Вот во время войны 1941-1945 годов немецкие фашисты не тронули наши памятники. Они не стали разрушать кладбище, а армянский вандализм проявляет всю свою сущность. И в Нагорном Карабахе разрушены памятники и кладбище. Сегодня всему этому должен быть положен конец. Я не говорю, что все армяне плохие. У армян есть такие группы, террористические, основы которых заложены много лет назад. Это партии Дашнак-Сутюн, Крунган, Чак. Так вот, армяне, которые присоединились к этим партиям, они портят свою страну и отрицательно влияют на своих соотечественников. Среди армян есть и нормальные люди. За весь народ говорить нельзя. Это одно из самых больших городских кладбищ Баку. Здесь покоятся азербайджанцы, русские, украинцы, евреи, грузины, армяне и представители еще многих других наций и народов. Все могилы находятся в целости и сохранности. За одними ухаживают родственники умерших, другие – в ведении местных смотрителей. А это кадры надгробных камней и плит армянских супругов Аванесовых, Давидзянов, Авакянов. Тут же неподалеку покоятся Мкртыч Захарян, Амаяк Григорьян, Аделина Арутюнова, Эльмира Абрамян, Коро Далакян и еще десятки других армян. Дата смерти большинства покоящихся здесь армян пришлась на 70-е годы прошлого века. После начала армян-азербайджанского конфликта их могилы нисколько не пострадали. У нас в Азербайджане живут люди различных верований, различных культур. И мы к предкам всех народов, которые жили в Азербайджане, относимся с уважением. Отношение с уважением к народу, к предкам народа, включает в себя и отношение к могилам, объектам поклонения. Это как бы для азербайджанцев, это как бы здесь никакого вопроса нет. И то, что есть конфликт, и то, что власти Армении используют свой народ как пешку в этой игре, в данном случае, наверное, и говорит о том, что и вот для них они сумели обмануть народ, целый народ, внушить ему, что его враги, и поэтому они, видно, и уничтожают памятники. У народов Кавказа издревле существовала такая традиция, что ни в коем случае нельзя беспокоить могилу усопщих. Будь то армянские, азербайджанские, грузинские, чьи бы ни было. Это антигуманно, это претит нашей психологии, нашему менталитету, менталитету Кавказа. И то, что творится и сотворено в Армении, это уже не входит ни в какие рамки. Азербайджан продолжает хранить свои исторические и культурные ценности. Такие качества, как толерантность, терпимость и уважение к другим религиям и культурам, стали образом жизни азербайджанского народа. Наглядно подтверждает это и армянская апостольская церковь в центре Баку. Здание построено в 1863 году на средства местного предпринимателя Джавада Меликова. До начала армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта церковь служила главным местом молитвенных собраний армянской общины Баку. Там ничего не поломано, не разрушено. Также фрески на стенах, также стены стоят, ничего не разбито, ничего не... Витражи на окнах, казалось бы, в первую очередь, что бьют стекла? Обычно все целое, все абсолютно, и не только в Баку армянской церкви. Я знаю, что и в районах я часто езжу. В Ингаране, в Кубе, в Гяндже, в Хачмасе. Есть кладбища христианские, где и армяне там похоронены, и русские похоронены. То есть древние спокойно стоят кладбища могивы неоскринены, старые храмы они стоят. Священный Куран гласит, что храмы принадлежат не людям, а Аллаху, и они неприкосновенны. Наше государство выделяет большие финансы не только на строительство мечетей, но и на строительство церквей, синагог. Азербайджан всегда жил в единстве всех религий. Азербайджан всегда живет и живет. Ему рассказали, что Баку и других населенных пунктов Азербайджана до сих пор сохранили армянское кладбище. Он может спокойно их посещать, помолиться. И он был крайне удивлен. Оказывается, он имел очень ложное представление об отношении Азербайджана к армянской культуре, к армянскому языку, к армянской религии. Ложное представление и полная дезинформация о происходящих в Азербайджане событиях – дело рук армянских властей, СМИ, а также армянского лобби. Официальный Баку, в свою очередь, продолжает доносить всю правду об агрессии Еревана против азербайджанского народа. Перед международными структурами вопрос о разрушении религиозных, культурных и исторических памятников на оккупированных территориях Азербайджана и актах вандализмовых отношений поднимался не раз. Однако Армения всячески препятствует посещению оккупированных земель миссиями ЮНЕСКО и Совета Европы. Последний отчет о состоянии памятников на Горном Карабахе и семи прилегающих к нему районах ОБСЕ распространяло несколько лет назад. В нем указывалось, что все здания, кладбища, мечети и другие исторические памятники на данной территории были уничтожены. В руинах прибывают административные центры оккупированных районов, включая жемчужины Нагорного Карабаха, города Шуша и Агдам. В целом же с начала армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта армянскими агрессорами разрушены 1200 историко-архитектурных памятников. Уничтожены 152 религиозных памятника и 62 мечети, около 5 миллионов книг, в числе которых священный Коран и редкие исламские рукописи. Многие мечети используются армянскими оккупантами как склады, места содержания животных. И это прямое оскорбление ислама и проявление религиозной нетерпимости. Международное сообщество призывает немедленно прекратить подобные акты, громогласно заявляя, разрушение мест религиозного и культурного значения недопустимо. Тем не менее, в отношении армянского вандализма дальше осуждения дело пока не движется. А это, в свою очередь, очередной пример политики двойных стандартов. Мехрибан Касумова, Фируз Рагимов, Наиб Гаджиев, Фарид Гаджиев, Эльвин Гаджиэлиев, CBC. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова